Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Расскажем о том, что важного и интересного произошло за этот день в Кирове. Вот основные темы выпуска. Отопление включили, но не у всех. В Кирове превышен эпид-порог, подрядчик чуть не сжег дом на Октябрьском проспекте и водоемы области начали покрываться льдом. В мэрии сообщили, что в городе завершилось подключение домов к отоплению. Пишут, что ресурс подан во все объекты. Если в комнатах батареи все еще холодные, в первую очередь нужно обращаться в свою управляющую компанию или в администрацию. В своих соцсетях Вячеслав Симаков попросил Кировчан не искать помощи у псевдоэкспертов ЖКХ. Кого он имел в виду, неизвестно. Тем временем с отоплением до сих пор не решена проблема. В доме номер 9 на улице Набережной. На отсутствие тепла и горячей воды жалуются жители дома номер 4 на улице Горбуновой, Лепсе, 6А и на переулке Березняковский, 38. В городе превышен эпид-порог. В Роспотребнадзоре сообщили, что показатели за неделю серьезно выросли. Количество заболевших превышает минимальные темпы прироста. Сейчас основные диагнозы, которые ставят кировчанам, это ОРВ и грипп. По коронавирусу значительных превышений показателей нет. Специалисты говорят, что по-прежнему самой эффективной мерой защиты от гриппа является вакцинация. По данным на середину октября в области привились от гриппа 273 тысячи человек, в том числе 113 тысяч 468 детей. Ювелирная работа подрядчика чуть не сожгла дом. В многоэтажке на Октябрьском проспекте люди живут как на пороховой бочке. Во время каждого дождя им приходится уходить из квартир, ведь все имущество может сгореть. По проводке льют ручьи, с люстры капает, а обращения во всевозможные инстанции не дают результатов. У нас крыша была лучше, чем она сейчас. Жильцы капитально испорченного дома на Октябрьском проспекте просят помощи. После ремонта крыши за 4 миллиона рублей в квартирах начались дожди. С потолка льет ручьем вода, заливает мебель и, что самое страшное, электроприборы. Когда дождь сильный начался, я и тазик подставила, и все потекло, и потекло. И смотрю, прямо к проводке течет. И прямо к люстре замкнет, и все. И дом сгорит. В квартире пенсионера Василия Семенова не только ручьи по потолку и проводке. Перекрытие может упасть в любой момент. Вот мой потолок начинает падать. Правда, надо его ремонтировать. Что делать с ним, я не знаю. Я же не строитель. На кухне пенсионер старается не заходить. Готовить еду он может только, когда на улице нет дождя. Ведь сырую погоду в комнате водопад с камнями. История с капитальным ремонтом тянется уже больше трех лет. Все это время люди обращаются в разные инстанции, просят помощи, но результата нет. В прошлом году мы обратились в прокуратуру письменно, значит, с просьбой в фонд капитального ремонта. Подрядчик, который делал работы, он уже исчез, его уже не стало. Значит, обратились в фонд капитального ремонта. А кто же будет нам сейчас по гарантийному письму это устранять? Значит, ну, ответа не было. Люди говорят, что подрядчик уложил материал на крышу с ювелирной точностью, оставив щели для протечек. Кровля в ремонте уже два года. Прошлую зиму капремонт не доделан до конца, не принят ни жителями, ни управляющей компанией. Замечаний много. Значит, в прошлый год мы кровлю эту уже эксплуатировали в недоделанном состоянии. То есть, практически каждый день происходит очистка до образования. То есть, капремонт выполнен некачественно. Ограждений на крыше нет, поэтому зимой рабочие управляющие компании на свой страх и риск расчищают крышу. Оставлять снег нельзя, квартиры заливают. Факт того, что капитальный ремонт произведен некачественно, он установлен. Есть уже даже и документы из надзорных органов, подтверждающие это. Но, к сожалению, фонд капитального ремонта не может побудить подрядчика устранить по гарантии те недостатки, которые были выявлены. Некоторым из своего жилья пришлось ехать на съемные квартиры. Ждать, когда окажут помощь, уже нет сил. К делу подключились активисты Народного фронта. Они планируют обратиться в надзорные органы. Надежда Алюшина, информационный канал «Город». Предприимчивый лесоруб из Мурашинского района чуть не убил лес. Он устроил склад пиломатериалов рядом с лесополосой. Отходы привозили и оставляли просто на земле. Горы досок, бруса и опила хранились годами. Специалистами по охране окружающей среды были проведены соответствующие замеры почвы, в ходе которой выявлены факты превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, различных металлов. За годы хранения пиломатериалов в земле превышены концентрации по меди, хлоридам, сульфатам, фенолу, нефтепродуктам и железу. Размер вреда для экологии превысил 71 миллион рублей. На предпринимателя возбудили уголовное дело. Вятские рыбаки делятся фотографиями обледенелых водоемов. Озера и пруды стремительно наращивают снежную корку. В деревне Столбово и поселке Сосновом льдом покрылись все водоемы. В некоторых местах толщина льда достигает уже 3 сантиметров. По прогнозам синоптиков, река Вятка может начать замерзать к началу ноября, когда ночной столбик термометра опустится до минус 13 градусов. В социальных сетях сегодня самым популярным стало видео, которое сняли жители дома на улице по требкооперации. Ночью на парковке молодые люди устроили себе необычное развлечение. Вазовская классика разъезжала по парковке с пассажиром на капоте. Молодой человек и сидел, и лежал на нем, пока водитель нарезал круги. Чем закончилось ночное приключение на парковке неизвестно. В комментариях кировчане посоветовали парням придумать более безопасное развлечение. Может пойти на концерт? 29 ноября в кировском цирке Vibe Music Fest. Гаязов Бразерс, Бьянка и 5 утра исполнят свои хиты. Малиновая лада, до встречи на танцполе, были танцы, наступит ночь, искорки, ромашки и многие другие. Три часа невероятного шоу, живые музыканты, танцоры, тонна, звука и света. Три полноценных концерта по цене одного. Не пропусти грандиозный концерт-дискотеку в Кирове. В честь 650-летия Кирова Банк России выпустил уникальную монету, ее номинал 3 рубля. Монета выполнена из серебра, коллекционную монету отличает уникальный дизайн, на ней можно увидеть популярные места города. Монету украшает надпись Киров 650. Эксперты говорят, что это ценный экземпляр для нумизматов. Тираж монеты ограничен. Это были новости на Первом городском канале. Меня зовут Артем Миронов. Всего доброго и увидимся в городе!